доброе утро формат влога зашел за что вам большое спасибо сейчас завтракаю пью чай отправляюсь собирать впечатления для блога влога сегодня у меня на тесте два аромата они оба женских один живанши линтерди интенс и второй аромат это новинка от джо джо армании my way я знаю что меня смотрит некоторое количество девушек вам привет вы просите меня периодически начни рассказывать про женские ароматы девчонки как и могу начать рассказывать про женские ароматы если я их почти не знаю кроме некоторых значит ребят по порядку с поправкой на то что я рассказываю с точки зрения мужчины вы можете эту информацию как-то придавать изменениям джо джо армании my way абсолютно феминный абсолютно нежный вот абсолютно женский на мужчине и это я не знаю это не это не этого быть не должно никогда но ради эксперимента я конечно на себя его нанес и на мне это выдало вот то что называется потом вот правда как будто бы на не ухоженное немытое тело нанесли цветочный дезодорант и получилось вот то что получилось я ради интереса конечно посмотрел там что пишут про этот аромат на фрагрантике многим женщинам он нравится поэтому сейчас еще раз девчонки я вам говорю что я рассказал вам как мужчина мне это вообще вот никак не зашло и белый мускус шалил отголосками немытого потного тела вы попробуйте потому что мускус сделал такое здесь все индивидуально а второй аромат это живанши линтерди оде парфам интенс вот это мне вообще зашло ребята и здесь я совершенно убежден что это может быть ароматом унисекс ну просто он позиционируется как женский но в принципе он может подойти и мужчинам не на каждый день потому что он такой с характером и ну как на повседнев на повседнев он конечно совершенно не подойдет но так вот по случаю там на какую-нибудь какой-нибудь выход куда-нибудь погулять вечером но не знаю сами придумайте он прикольный а семейность в нем присутствует на самом старте потому что он как и все в этой линейке стартует черным прямо ощутимым виноградом изабелла а потом когда изабелла подустает и уступает место жареному кунжуту я никогда не слышал в других ароматах ноту жареного кунжута это прикольно ребят это прям пока не скажешь что это такое чувствуется такая приятная нота которая притягивает ее хочется изучать потом бац выясняется что это жареный кунжут когда ты смотришь в пирамиду и говоришь да точно это же жареный кунжут когда вот изабелла уходит и кунжут приходят и он звучит вполне себе унисекс в общем мне он понравился вы зацените какая красота у меня есть дополнение к живанши линтерди я вам сказал что через полчаса изабелла уйдет сегодня она никак не хочет уходить и играет вместе с жареным кунжутом хотя до этого несколько дней спустя полчаса изабелла я не слышал о чем это говорит о том что все нужно тестить на себе я поехал тоже посмотреть довод у нас дождь идет и по дороге заехал в кафешку выпить чашку кофе стал свидетелем такого события какой-то джентльмен уже совсем не молодой то есть это не молодой парень видно что мужик в общем то уже жизнь как повидал устроил невероятный скандал по поводу того что ему не понравился кофе он пригласил эту девочку бедную официантку начал ее отчитывать да как можно такой кофе готовить в общем испортил настроение себе этой бедной девчонки которая чуть не плакала и всем вокруг я сижу и думаю почему у нас люди так любят скандалить так показывать свое превосходство и так далее во первых как бы кофе всегда тебе заменят и насколько я знаю в нормальных заведениях если тебе блюдо не нравится тебе его не включат в счет или сделают какой-то презент или заново его приготовят вообще никаких проблем нет но ты благодаря судьбу за то что у тебя есть точка отсчета в жизни касаемо того же кофе если ты понимаешь что этот кофе плохой значит ты в своей жизни пил хороший кофе это же круто что у тебя есть опыт питья хорошего кофе замечательного ведь в этом положительный момент значит ты можешь отличить хороший кофе от плохого вот тоже самое касается между прочим в некотором смысле и парфюмерии был свидетелем ну неоднократно того как люди высказываются негативно в отношении других людей которые приобретают там просто звучащий парфюм или парфюм недорогой совсем да как можно такое покупать эту дешевку я уже давно не использую у людей совсем нет вкуса ребята да и слава богу что у вас есть точка отсчета у вас есть опыт благодаря которому вы понимаете что вот это парфюмерия не очень а вот это классная вот это простенькая а вот это интересно ее хочется изучать а у других людей нет такой точки отсчета или может быть им просто вообще для них парфюмерия не играет главной роли в их жизни они может быть не разбираются в парфюмерии но они замечательные хирурги я не знаю репетиторы английского языка или да те же самые повара поэтому я призываю вас друзья видеть во всем положительный момент не знаю зачем я это вставляю в свой влог кстати сегодня вечером после того как я посмотрю нолана я хочу заехать в золотое яблоко друзья чтобы сравнить я на одну руку нанесу черную орхидею старую а на другую руку нанесу черную орхидею в духах все впечатлениями буду делиться уже по дороге домой добрый вечер я включил светильничек чтобы вы меня хоть немножко видели ребят сначала впечатления от фильма кристофера нова на довод фильм достойный я не в таком восторге как мой коллега алексей саныч из влога номер один но фильм достойный правда у меня есть претензия к исполнительнице главной роли которая играет главную героиню в этом фильме как-то она в общем слабовата и местами очень наигранно играла мне не понравилось что касается тома форда black orchid опять же не то чтобы я в каких-то ожиданиях был от этого аромата нет просто мне было любопытно но если коротко версия оде парфам мне нравится гораздо больше версия парфам не произвела впечатление на старте она кажется очень похожей на оде парфам но только такая более густая что ли опять же на старте мне в ней послышались какие-то нотки цитрусовые не цитрусовые ароматы какие-то отголоски цитрусовых заглянул в пирамиду никаких цитрусовых в парфаме нет но мне они слышали сейчас по прошествии но наверно не знаю минут 30 от момента как я вышел с магазина прошло слышится трюфель такой шоколадный но версия оде парфам мне нравится гораздо больше и версия оде парфам вполне себе унисексовая версия парфам она наверное для чуть позже чем девушек но это мои впечатления вы друзья попробуйте сами меня смотрят некоторое количество девушек вы девчонки тоже попробуйте сами потому что это все таки аромат производился для вас где-то уже часа полтора прошло с момента как я отъехал от магазина сегодня у меня большое ночное приключение большая ночная дорога и вот сейчас я вообще не могу различить особо версию парфам с оде парфам если у вас есть одна из этих версий покупать вторую наверное не имеет смысла снова здрасте два слова вдогонку к вчерашнему затесту двух черных орхидей тестите все на себе потому что у меня вчера состоялся разговор с одной любительницей парфюмерии и когда я сказал что в версии парфам я не слышу заявленной слива она сказала да ты что там так хорошо слышно слива может быть у меня вчера такой день был надо будет еще подойти и затестить а сейчас я выбираю парфюм в котором мне нужно пойти там не будет любителей парфюмерии там будут обычные хорошие нормальные люди ниша не подойдет что-то такое чтобы всем девчонкам нравилось я понимаю молодая часть моей аудитории обращаюсь к вам я понимаю что у нас разные девчонки у меня девчонки постарше но этот аромат который я сегодня выбрал подойдет и молодым девчонкам он страшно комплиментарный он нравится слабой половине человечества он приятные он не дешево звучащий он люксовый у него сплошные плюсы герлен идеаль воды парфам вишня и миндаль очень хорош очень хорош очень хороший аромат слушай возьми очень хорош ребят сыграем в парфюмерную игру девчонки присоединяйтесь я вам показываю крышку от какого-то аромата вы должны догадаться что это за аромат не обязательно название самого аромата главное отгадать компанию которая этот аромат производит в конце игры я вам покажу крышки вместе с флаконами всего будет таких загадок 3 вы в комментариях пишите сколько ароматов вы отгадали один два или может быть все три все рыбокарась игра началась говорит она мне не сутулься ребят всем привет я понимаю что для вас прошло там минуты две три а я вновь здороваюсь но для меня это уже новый день конечно вам наверно интересно были ли комплименты на герлен идеаль воды парфам если считать фразы от тебя вкусно пахнет ну классненько но это видите близкие мне люди это люди с которыми я знаком черт знает сколько это семья практически уже если вот это считать за комплименты туда комплименты были ребята идея что я вдруг решил сделать запись идея такая недавно мне попались я не сильно руб а то здесь ветер я думаю вдруг у меня не слышите короче недавно мне попались попалось предложение от компании samsung она сейчас предлагает купить подписку на обновление телефонов то есть вы платите каждый месяц какую-то фиксированную плату какую-то денежку и как только выходит новая модель вы сдаете предыдущую и получаете новую модель и получается что вы как бы совсем немного тратя в месяц все время с новой моделью телефона samsung я подумал а что если ведь наверняка сейчас у парфюмерных компаний тоже падение продаж коронавирус сложная ситуация а что если такую же штуку замутили бы парфюмерные компании то есть вы представьте вы покупаете какой-нибудь тариф какую-нибудь подписку и каждый месяц в течение этой подписки от кануне знаю версачи живанши герлен тот же hugo boss неважно и каждый месяц по этой подписке вы получаете гарантированно набор каких-то travel версий там небольших а раз в год это например по подписке минимум вы получаете раз в год возможность выбрать любой аромат который вышел в течение года в полном размере там подписка оптимум вы имеете возможность плюс к этим опциям выбрать еще один аромат в максимальном объеме тариф максимум вы все получаете в максимальных форматах что-то в этом духе общем как там уже делить пусть думают маркетологи но сама идея подписка на парфюмы в наши непростые времена вот что вы по этому поводу думаете глупость глупая которая пришла в голову после после нескольких исполнений песен черный ворон что ж ты вьешься или в этом что то есть ребят пишите в комментариях что вы по этому поводу думаете всем хорошего дня берегите себя берегите своих близких почаще им говорите какие они у вас классные самые любимые замечательные все я пошел есть шашлыки у нас сегодня офигенские шашлыки ребята а вам хорошего дня увидимся пока